Особое мнение на 101FM Возвлекает то, что и в Кировской области происходит Весь интернет гудит, обсуждают историю с актером Михаилом Ефремовым Который пьяным, причем сильно пьяным за рулем Устроил ДТП со смертельным исходом У нас накануне задержали пьяным за рулем начальника Кировского гарнизона Благо все живы в этом случае И по статистике в Кирове с начала года произошло 61 ДТП с участием нетрезвых водителей 10 человек погибло От коронавируса 22 И что происходит сейчас в связи с коронавирусом А здесь 10 человек, которые вроде бы не совсем замечены Многими остались Вот почему это все происходит Может быть вы с юридической точки зрения можете это объяснить Люди не боятся наказания или что Почему так и что можно сделать в этом случае Ну безусловно это большая трагедия Большая трагедия и То, что гибнут постоянно люди Если мне память не изменяет То в год в России погибают Там порядка 4000 человек на дорогах Это Ну просто трагедия И все эти люди имеют Близких, родных И не все эти люди Пили за рулем А в основном это же жертвы Вот таких пьяных водителей И тут вопрос даже Нужно рассматривать не с точки зрения юридической Если мы говорим там про этого же Господина Ефремова Это же больной человек Это же надо рассматривать с точки зрения Медицинской и социальной Это же огромная социальная проблема в России Пьянство Окей Не все алкоголики имеют автомобили Не все алкоголики имеют права Но вообще их очень много Это проблема алкоголизма И корни растут Я бы сказал Не только Что не боятся наказания Наказание достаточно суровое Но вот Ефремову грозит 12 лет Ну реально я думаю Что там Может он года 4 отсидит В колонии И то потому что Резонанс большой Но то что Его возможности Его там О чем он сразу же заявил После ДТП Насколько я там слышал Что денег много Вылечим всех Он сказал да Но в том числе и себя Он же пойдет лечиться Это для суда будет все Очень и очень важно То что он деятельно раскаивается И так далее Ну вот мой прогноз Года 4 отсидит реально А вот Корень алкоголизма Это социальная проблема А сколько гибнет Под пьяную лавочку На кухнях А знаете что Статистика еще Не сформирована Но она есть Уже домашнее насилие В период Самоизоляции Когда люди абсолютно Замкнуты в помещении И соответственно Просто пьют В Америке например Это мировая проблема Это не только там Для Кирова Для России Это мировая проблема В России на 40% Говорят продажи алкоголя В Америке на 50% На 50% Весьма сомневаюсь Что у нас Они там не выросли Больше Мне кажется Вот по ощущениям Хотя я могу ошибаться То есть здесь Нужно говорить Не о том Чтобы Ну понятно Что там повышать безопасность На дорогах Это никогда не лишнее Да Но все таки Здесь нужно говорить В первую очередь Не со стороны Там Того что человек пьяный За руль сел А со стороны того Что он в принципе Пьет И здесь Порицание должно быть В первую очередь Не пьянство за рулем А в принципе пьянство Вот об этом вы говорите Конечно Ну давайте возьмем Этого же Ефремова Ну для кого не секрет Что его и папа пил И он пьет Ну он выглядит Как алкоголик Ему лечиться надо Права бы давно Надо было отобрать У человека Ну отбирание прав Не решает проблему Конечно И без прав Легко люди садятся за руль И абсолютно Точно такие же Преступления совершают То есть здесь скорее Речь о каком-то Принудительном лечении Или о чем Принудительное лечение Оно конечно возможно Но я думаю Что и неэффективно Пока человек сам не осознает А это проблема воспитания Опять же Как человека научат себя Вести в обществе Взаимодействовать с другими людьми Начинается это все в школе И опять же надо заниматься Образованием и культурой Начинается с этого А когда мы там людей Потом уже хороним И в тюрьму сажаем Это называется Бить по хвостам Мы только Значит Фиксируем статистику На сколько посадили Сколько погибло А решать проблему Нужно по-другому Заходить с другого конца И с детства Образование Общественное Порицание В том числе Вместо бутылки Нужно давать человеку Там Не знаю Билет в спортзал Вот что нужно делать И делать эти же Секции доступными А не запредельно Огромными деньгами Вот может ли Такая история Очень резонансная Что-то изменить Или это Очередное Вот просто Сотрясание воздуха Сейчас все поговорят Завтра забудут Я очень надеюсь Что это Хотя бы кого-то На что-то сподвигнет Я имею ввиду И в том числе И систему образования И систему профилактики Но К сожалению Надежды Немного Немного Потому что Сейчас у нас Все во главу Угла Ставится Зарабатывание денег И соответственно Если это Скажем так Программа Не будет приносить Профилактики Не будет приносить Каких-то денег Ну так она Будет никому Неинтересна Еще о безопасности На дорогах У нас Как-то больше борются С пешеходами Чем с пьяными водителями Ну по крайней мере Такое ощущение Создается Например Везде ставят Серые заборы Вот На днях Они появились У пруда У цирка Кировчане Уже начали шутить По этому поводу Чтобы горожане Не перебегали Пруд в неположенном месте Так об этом сказали Вот Здесь Как вы вообще К этому относитесь Как Относитесь К такому Обильному Появлению Этих серых заборов В городе Или Вот В вопросе безопасности На ваш взгляд Перегибов Быть не может Перегибы Могут быть Везде Я вас уверяю Даже в занятиях Здоровым образом жизни Можно перегнуть Палку Как бы Навредить своему здоровью Но вот Что касается Там Безопасности Этих серых Заборов Не хочется Их называть Замечательными Но они Правда Не очень Хорошо Смотрятся Не очень Я конечно Безусловно Не претендую Там На какой-то Высокий Эстетический вкус Но тем Мне лично Они не нравятся Насколько Они Уберегут Наших Граждан Наших Пешеходов От каких-то Смертельных Или Травмирующих Здоровье Случаев Я не знаю Но точно знаю Что нужно Бережно Очень относиться Вот хотя бы К небольшим Островкам Зелени В центре города И у нас Не так много Парков И надо бы Как-то Немножко больше Усилий И средств Вкладывать В то Чтобы их Облагородить Если не нравится То что Происходит Сейчас Ну давайте Может быть Как-то Напряжемся И Небанальными Серыми Вот этими Заборчиками Обнесем Пруд Все ведь Можно сделать Эстетично И красиво Я в этом Уверен И поэтому Серые Эти заборы Ну давайте Вот для пущей Безопасности Еще колючую Пролоку Туда намотаем И тогда у нас Вообще точно Никто не подойдет К пруду И Но на безопасность Я думаю Это не сильно повлияет Причем Ведь все эти годы Не было Ни заборов Ни колючей проволоки И Ничего Вроде бы Никто не утонул Да Но может быть Там причина в том Что вот Обваливаться Начал тротуар Опять же Кировчане Сказали А почему бы Тогда лучше Тротуар не отремонтировать Чем заборы Не поставить Чем заборы Поставить Причем На следующий год Если я правильно В датах Ориентируюсь Должны начать Полное благоустройство Этого парка То есть Скорее всего Эти серые заборы Которые сейчас Поставлены Не бесплатно Просто демонтируют Ну Тут же не надо Еще исключать Вариант Что на этом Кто-то заработал Например Установка Забора Стоит денег То есть Соответственно Есть заказ Муниципальный Его кто-то Выполнил Ну Такой вариант Тоже существует Почему нет Главное Чтобы налоги Уплатили Это сейчас Самое главное Платить Налоги Еще О дорогах Не будем На налоги Пока переключаться СМИ Сообщают Я просто сразу Здесь Уточняю Что это сообщение СМИ Пока официально Не подтвержденное Что на Юрия Палюха Министра Связи И информтехнологии Завели Бывшего Уже теперь Он уволился Завели Уголовное Дело За злоупотребление Полномочиями При установке Комплекса Фото Видеофиксации Недавно Под арест Попал Плитко Вот Что происходит Очередной Вопрос Или Не надо Вот в этой Ситуации Всех под одну Ребенку Ввести Ну Каждый случай Однозначно Индивидуален И В принципе Как показывает Вот например Мой личный Опыт Государственные Деньги Это вещь Ведь Очень Такая Скажем Так опасная Для чиновников И Известной Долей Щепетильности Осторожности Нужно Подходить К их Значит Реализации Вот этих всех Программ По дорогам По безопасности То есть Чаще всего Там злоупотребление Полномочий Может быть Даже каким-то Непреднамеренным Вы об этом Сейчас Бывает 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 и так Но если Ты не уверен Как говорится Не обгоняй Не садись В это кресло Да Но единственное Что точно Становится Вот мне ясно И понятно Что власть В принципе Это Достаточно Умные Образованные Люди Вовремя Реагирующие На ситуацию Вот видите Ситуация С Плитко Их научила Что сначала Нужно Уволить человека А потом Уже арестовывать А с Палюхом Вот я не знаю Так это или не так Он уволился уже А дела нет Сначала он уволился Да А потом может и арестует Мы с вами не знаем Мы гадаем конечно Но тем не менее Вот видите Власть тоже чему-то учится То есть выводит Не из должности А вот уже как бы Человека освобожденного То есть вроде как бы Человека простого Да Ну в общем По большому счету Минимизирует Репутационные ущербы Хотя в деле Это ведь все равно Фигурирует тот момент Когда люди работали На этой должности Ну тем не менее Всегда ведь Вот помните Все громкие дела Там С полицейскими С военными С очень высокопоставленными Военными Да Сначала Нужно уволить А потом уже Пусть и задним числом А потом уже арестовывать Ну не всегда получается Да Некоторые вот пьяные За рулем попадаются В должности Тем много Поэтому Переключимся Почему Заболеваемость В Кирове растет А ограничения Снимают Вот так вот резко В лоб Меняют тему Действительно Мы смотрим Статистику Да Мы видим Что цифры Ну как минимум Последние там Две Где-то вот резкий Скачок произошел Да После появления Этих Очагов В области Скачок произошел Тем не менее Вот в политике Там снятие ограничений Казалось бы Ничего не поменялось Да Но вот Там на днях Накануне Да Разрешили работать Отделом В торговых центрах Вот Еще там Не так давно Там еще какие-то Ограничения Ну и снятия же Будут продолжаться Да Вот например Скажем Я вам скажу Там свою личную историю Я на 17 июня Заказал С супругой Столик в ресторане У меня почему-то Есть уверенность Что мы уже пообедаем Поужинаем в ресторане Вот А почему снимают Это потому что Денег нет Содержать эту Огромную армию Голодных людей Дома На самоизоляции Если бы Государство Смогло их обеспечивать Такой вынужденный Отдых Нерабочие дни С сохранением Заработной платы Ограничения бы Продолжились И никакого бы Ослабления режима Не было Его делать неадекватно Сейчас Заболеваемость растет Выявляют Вновь заболевших И тут все снимают Ну и Там Скажем прямо Ведь особенно Никто Эти ограничения Не соблюдает Все как бы Не работают Но при желании Можно Любую услугу Получить Любую услугу Заказать И в общем Жить Обычной Жизнью И все Это знают Причем Все это знают Поэтому Ну глупо Отворачиваться От очевидных Фактов И делать Вид что Ничего не происходит И мы все сидим На самоизоляции Да нет конечно Никто уже давно Не сидит На самоизоляции А по поводу Столика Вы заказали Там имея Какую-то информацию Или это просто Пока на авось Вдруг откроют У меня внутреннее Убеждение Что 17 июня Общепит Начнет работать Наткнулась На забавную фразу Сегодня В России Снимают Ограничения Ведь Страна Пошла На поправки Вот В этой Замечательная фраза Это еще Один Дополнительный Стимул Для того Чтобы снимать Ограничения Все мы знаем Что Вносятся Некие поправки В конституцию И Нужно будет Сделать вид Что вся страна В едином порыве Пришла На избирательные Участки Ну Что это за мероприятие Я до сих пор Не понимаю Вы имеете ввиду Статус Да Что такое Внесение Да Голосование Это Ну вообще Как бы Голосование Странный термин Да Это не референдум Это не Какой-то Плебисцит И идти На это мероприятие Ну Странно Давайте возьмем Например Мировой опыт Вот В Шотландии Было Предложение Значит Внести В их Основополагающие Документы Поправки Так вот Там объявили Об этом За 500 Что-то Дней С копейками Здесь Ну извините Ну Как бы Дайте Пообсуждать Ну Опять же Здесь Видите Ситуация Вот эта С коронавирусом Она Как-то Все Ну что Назначили Мероприятие Мероприятие Проведут Насколько Я знаю Агитировать Против Поправки Поправок В конституции Нельзя Потому что Это не выборы А выборы Обычно Можно и заголосовать И агитировать За И голосовать Ну против Безусловно И агитировать Против Так вот Как бы Получается Что против Нельзя Агитировать Поправок В конституцию Это же не выборы Поэтому я думаю Что уже Известны Даже уже В каком регионе Сколько придет Население Это я в кавычках Потому что Уже прописаны цифры И сколько Проголосует За К большому Моему сожалению Да и Власть В лице Эллы Памфиловой Она сказала Что в общем-то Вопрос Решенный Вот Все Вот это Формальность Попытка Придать Легитимность Вот этим Поправкам Ну а вообще Вот в этой ситуации Как на ваш взгляд Пойдут кировчанину Голосовать Пойдут на участки И это Какая-то Вот проблема Которая Волнует Умы Или в общем-то Нет Умы Это Кроме Там Ограниченного Количества Людей Никого Не волнует Вообще Волнует Значит Вопросы Выживания Вопросы Как найти Работу Как заработать Денежек Хотя бы На хлебушек Все Вот это Основная часть Наших Людей Волнует Все остальное Ну я думаю Что люди А Не пойдут Но Учитывая Характер И способы Подсчета Голосов И Там Фиксации Людей Так у нас Порога явки То нет Придет два человека Ну я условно Ну хорошо Один проголосует За И второй Тоже за Проголосует И вопрос Будет решен Поэтому Сколько придет Много Мало Это вообще Нас не должно Интересовать Мне кажется Нас должно Интересовать Как это Проходит Проходит Это не совсем Честно Я бы сказал Так делать Нельзя Нужно устраивать Широкое Общественное Обсуждение Не так В попыхах Нужно Дождаться Когда Все таки Ситуация По коронавирусу Стабилизируется Когда не будет Массовых Вот этих Заболевших Случаев Заболевания И вот тогда Спокойно С открытыми глазами Информировано Уже принимать решения Если уж так Нужны эти поправки А по большому счету Опять же Чисто Скажем так В логике власти Они уже приняты И все уже по ним живут Времени мало Поэтому Будем двигаться дальше И вернемся К теме коронавируса Вот если честно Я конечно не знаю У меня ли Одно такое ощущение Но мне кажется Что я еще никогда В жизни Настолько не понимала Что происходит Вот я опять К тому К той ситуации Когда Заболеваемость растет А Ограничения Снимаются И вот есть ощущение Не знаю Только ли у меня Или опять же У многих Что что-то Не договаривается Ну вот как минимум Там какие-то вещи Со статистикой Происходят Вот если на Общероссийскую Смотреть Да Когда-то был момент Когда В России Предложили Считать Только тех Кто болеет С симптомами Но причем Вот если посмотреть Дни там Перехода Статистика Не поменялась То есть как было Восемь тысяч Так было И восемь допустим Тысяч Да Хотя казалось бы Должно быть резкое падение Цифр Вот И вопрос у меня Какой в связи с этим Бизнес Не понимает То есть цифры Не меняются Бизнес Поэтому Не понимает Почему ему Не разрешают Работать Да Вот Не лучше Нам как-то Может быть Более правдиво Рассказывали О том Что происходит Может быть Какие-то реально Там серьезные Случаи Приводили Еще что-то Почему вот так Правда Это всегда Хорошо Потому что Когда мы имеем Правдивые цифры Да Мы можем Адекватно Реагировать на ситуацию Когда мы их не имеем Ну к сожалению Все получается В крив В кось Опять же Возьмем Швецию Помните Мы с вами Как-то говорили Что в Швеции Разрешили Работать И никаких там Особенно специальных мер Не принимали Ну вот опять Если почитать То они очень потом Расстроились Что это вы не сделали И они Правдиво Сказали Заявили Что наши соседи Которые объявили Режим самоизоляции У них цифры Гораздо По смертности Гораздо Лучше И поэтому Мы были неправы Нужно было Самоизолироваться Объявлять Карантинные меры Ну вот Я к чему это рассказал Я к тому Что правду Говорить Нужно И это всегда Выгодно Для того Чтобы не наступать На одни и те же Грабли Вновь и вновь И ситуация У нас такая же Должна быть Нужно говорить Правду Вот без симптомов Болеет столько-то С симптомами Столько-то Динамика такая-то Чтобы было всем Все понятно И прозрачно И уже исходя Из этих цифр Роспотребнадзор Принимает решение Говорят Господа предприниматели Вот посмотрите Работать нельзя Потому что Цифры растут Заболеваемость Увеличивается Поэтому Сидим спокойно Ровно И ждем Ну в общем-то В Кирове Это казалось бы Так и делают Да нам говорят Что вот столько-то Без симптомов Столько-то с симптомами Но при этом Работать Роспотребнадзор Все равно разрешает Но не всем Но не всем А очень выборочно Вот я про это и говорю Что подход Тут у кого лоббисты сильнее Да У нашего Кировского Малого и среднего бизнеса И микробизнеса Да Лоббистов Ну Почти нет Да их нет Вот У федеральных сетей Лоббисты Ну сами представляете Там у этого же Там детского мира Который Мы несколько раз Говорили уже У детского мира Представляете там У АФК-системы Какие лоббисты И депутаты Государственной думы Там И в министерствах Люди Сидят Практически на зарплате Ну попробуем Не разреши Работать Конечно разрешат Ну даже не вопрос То есть вы хотите сказать Что у наших Представителей Общепита Просто нет лоббистов Нет У нас был Андрей Несвятаев Это Управляющий партнер Группы компаний Культуры гостеприимства Вот он Назвал Общепит Разменной монетой В руках Роспотребнадзора То есть он сказал Если у вас Кто-то должен Не работать Конечно Если у вас в России Нет крыши Я уж так По простому Так вы будьте готовы Что вы будете Не только Разменной монетой А той Значит Курицей Которую Ощипывают Чтоб она громко Кричала Но не Померла Ведь этот принцип Был губернатором В самом начале Озвучен И налоги заплатите И работать не дадите Все же просто Если у вас Есть Лоббисты Наверху Ну Вопросов не будет К вам И Роспотребнадзор Не придет К вам И штрафов Не выпишут И вам просто Легально разрешат Работать То есть вы считаете Даже там Такая ситуация Как пандемия Здесь ничего Не будет значить Слушайте Ну уж не настолько Она пандемия Пандемия Как бы это не чума В средние века Поэтому Как-то Ходы бедны Справляются Медицина И слава богу А показать Что меры принимаются Необходимо Сходим на перерыв На рекламу И вернемся Через несколько минут Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение И сегодня веду ее я Мария Кожевникова А напротив меня Управляющий партнер Международной Юридической Компании Кассин и партнеры Президент Фонда поддержки Предпринимательства Содействия Олег Кассин Олег Ну вот Вопрос Который мы Накануне с коллегами Обсуждали Да Хочу вам его задать Что хуже Работающий Общепит Или Автобусы С людьми Без масок Часто Переполненные Могу Могу Только Свои личные Мнения Высказать Вот Все это время Да У нас предприятие Которое Имеет Непрерывный Характер Работы Да Мы работаем Я Мимо Остановочек Хожу Общественного Транспорта Пешочком По городу Представьте Прям ужас Берет Ведь почти Никто Не надевает Маски И Общественный Транспорт Я конечно Не наблюдал Тут в центре Там Переполненный Сильный Да Вперед Особенно Как раз Вот этих Карантинных Мер И самоизоляции Но тем не менее Это же все За поручни Берутся Как-то там Сильно Дистанцию Социальную Не пособлюдаешь И в этом отношении Общепит Я думаю Что конечно Гораздо Безопаснее Если тем более А я уверен В том Что они И будут Соблюдать Меры Предписанные Им Роспотребнадзором Так и вообще Вот мне кажется Даже Эта пандемия Там Да Должна Нас научить Чаще мыть руки Соблюдать Социальную Дистанцию Тот же Общепит Я думаю Что ничего Плохого Не будет Если Они Себе Возьмут За привычку Чтобы Там Например Официанты Были В масках В одноразовых Их постоянно Меняли Даже в отсутствии Пандемии Мне кажется Это нормально И плохо Будут знать Что никто Не чихал На эту еду Которую Им Если Говорить Прямо То да Вот И если Они будут В перчатках Я пойму Что несколько Это неудобно Но тем не менее Вот мне бы Это нравилось И наша Мне кажется Задача Там И бизнеса И власти И органов Которые Там Следят За Благополучием Эпидемиологическим Нашего Населения Как раз таки Вынести Правильные Уроки Из Вот этой Пандемии Чтобы мы Научились Немножко Жить По другому Потому что Ну как Многие Говорят Так И Фраза Хорошая Мир Уже Другим Не будет Он Уже Изменится Вот Надо взять Плюсы Оставить Минусы И это Было бы Замечательно И В том числе Если мы Говорим Про Общепит И про Общественный Транспорт Я думаю Что должно Прям быть В привычке У каждого Человека В культуре Вот Соблюдать Дистанцию Социальную Носить Там маску Когда это Необходимо Носить Перчатки Это будет Здорово И Вот поверьте Там Не будет Коронавируса Будет Какой-нибудь Другой Вирус Это Всегда Плюс А то Что Санитайзер Должен Быть В общепите Везде Мне кажется Они же Останутся Их Бизнес Точно Не будет Убирать Со стены Демонтировать И До следующей Пандемии Храни Главное Чтобы Вовремя Дезинфицирующим Раствором Наполнялся Но я думаю Что Ответственный Бизнес Который Свой бизнес Продвигает Ведет Они именно Так и будут Делать И Точно Уже Поняв Эту ситуацию При которой Они Всегда Будут Крайними Они будут За собой Следить За своими Сотрудниками Еще и Перепроверять Их Точно контролировать Это в этом В этом случае Не нужно Они Так Напуганы И так Готовы Работать И хотят Приступить К работе Что все Нормы Точно Будут Соблюдать Мне кажется Вот Вынести Из этой Пандемии Вот эти Плюсы И будет Все Замечательно И здорово Но Тут Нужно Конечно Смотрите Четко Как грань Проходит Вот Общественный Транспорт Там Почему Все Без масок И Без Перчаток В первую очередь Кондуктор И водитель Должны Пример Показать И Соответственные Организации Должны Как-то Стимулировать Мотивировать Применять Индивидуальные Средства Я вот Сколько ездила В последнее время Кондуктор В маске Замечательно Ну И Население Это должно Подтягиваться Делать Объявления Например Обстановки Объявляйте Объявляйте То что Необходимо Объявляют В общественном Не слышал Нет Ну вот А я Бесплатный Совет Еще По поводу Вот Этой ситуации С открытием Неоткрытием Бизнеса Не знаю Может быть Есть в этом Закономерность Или нет Вот хочу Вас спросить Начали Выходить на пикеты Представители Сферы красоты Очень скоро Парикмахерские Открыли В понедельник Вышла на пикет К зданию Правительства Представитель Торгового центра Во вторник Торговые центры Открылись Вот Накануне Вышли Представители Общепита Вот как думаете Есть здесь Какая-то Закономерность Или уже Так-то решено Все Кого и когда Открывать Я думаю Понимаете Ну Молодцы люди Что заявляют о себе И говорят о том Что необходимо Как-то решать Этот вопрос Но мне кажется Это что называется В народе Слону дробина Да Но есть факт выхода То есть СМИ заметили Ну неплохо Но для Правительства Для власти Это вообще Все равно Но при этом Власть выходила С каждым Разговаривала Ну замечательно Так как бы Чего не поговорить Ну и Результат Какие Какие-то принятые Нормативно-правовые документы Или что Ну вот Результатов-то нет Гораздо более Есть Эффективные Методы Работы С властью У нас есть Например Федеральный закон 59 Об обращении Граждан Пишите письма Делайте заявление По два в день Тут ну Как бы Вот Через такую Работу Можно гораздо Больше сделать И Ну Не исключено Что не делали Что делали Делали Но мало Если бы Представляете Хотя бы Там Каждый пятый Субъект Малого и среднего бизнеса Написал бы Министерство Экономического Развития Там Госпожа Кряжевой Письмо Такое Я вас уверяю Это гораздо Больше бы был Эффект Чем Хождение По одному Подъезду Требовать Нужно Не просить Не умолять Требовать Нужно И требовать Нужно С умом Хотя Вот Этот Способ Влияния На власть Он тоже Нормальный Законный Хороший Но есть Гораздо Более Эффективный Слово О подъездах Снова Перескакиваем На тему Некоторые Управляющие Компании В Кирве Увеличили счета Для кировчан Из-за того Что дезинфицируют Подъезды Вот Это нормальная Ситуация Опять же Все на плечи Людей Обычных Свалили Мало того Что маски Надо по 30 рублей В магазине Покупать Хотя нам Все говорят Что дефицита Давно нет 30 рублей Маска стоит Такого Мне кажется Никогда не было Я думаю Что и не будет Когда они Не нужны Особенно Были никому Вот Правильно Это позор Государству Это позор Государству Люди Которые Не работают Находятся На самоизоляции У них Откуда Деньги То вообще Надо бы Отменить Мораторию Объявить Но Управляющая Компания Это тоже Хозяйствующие Субъекты Они тоже Закупают Средства Дезинфекции Они тоже Нанимают Дополнительных Работников Для того Чтобы проводить Вот эти Санитарные Мероприятия Поэтому Государство Должно было Компенсировать Это эти Дополнительные Расходы Управляющих Компаний На поддержание Вот этого Санитарного Надлежащего Состояния Подъезда В жилых Домов И тогда Управляющие Компании Не могли бы Повысить И включить Это в счет Населению Я сейчас Не обсуждаю Мошенников Откровенных И ХАПУК Которых Всегда Достаточно Но тем не менее Есть и прокуратура И полиция Вот А вот в этом Случе Нужно было Поступить Именно так Простое Решение Почему Это не сделали Ну потому что Всем все равно Выживайте Как хотите У них Своих Забот Хватает У них Нефть Не продается Вернее Дешево Продается У них Там Конфликты На границах Поэтому Ну вот точно К сожалению О жителях О населении Страны Нашей Родной Думают В последнюю очередь С одной стороны Так С другой стороны Вот какой бы Вопрос Да не поднимался В общем-то Всегда Говорится О том Что ну Вот тут Государство Должно Помогать Так а мы же Налоги Заплатим Каждый месяц Вот я плачу Каждый месяц Налоги И знаете Как бы Ну Точно для меня Вот для нашей Компании Это не маленькие Деньги Деньги Я точно Уверен Что на эти Деньги Ну Там Ну Могли бы Организовать Субсидии Управляющим Компанией Как бы Запросто Ну Вот Запросто Ну Как бы Вопросов-то Нет Конечно Мы Сами Кузнецы Своего счастья И так далее Но Тогда Как бы Давайте Снизим налоги Или вовсе Их отменим О чем Вот я постоянно И говорю Что давайте УСН Тоже Темы слышали Оказывается Все поправки За которые Так боролись Малый и средний Бизнес И депутаты Себили в грудь Отклонил Губернатор И сейчас Будет Пройдет Только самый Жесткий Вариант По минимуму Снизит налоги А я вот За то Чтобы Я понимаю Что это не решение Региональной власти А решение Федеральное УСН Обнулить И сделать Мораторий На год Точно Пока Там Бизнес Не очухается Пока Он На ноги Не встанет УСН Вообще Нужно Обнулять И не бегать Сейчас С проверками Уж точно И не дергать Никого Ни в какие органы И не требовать Заплатить налоги В этом отношении Хочу кстати Сказать Вот У нас С уполномоченным По защите прав Предпринимателей Сложились Вот Как раз В пандемию Что странно Да Хорошие Рабочие отношения То есть Максимально Он находится На связи Мы максимально Ему Даем информацию Наверное Это не странно Ведь Это так и должно быть Ну вот Странно Вот нам то Вообще Кажется Когда к нам Идут Государственные Чиновники Навстречу Нам кажется Это странным Хотя Это должно Быть Правило Но вот Приятное Так скажем Исключение Из общего Правила Негативного Поэтому Государство Должно Мы должны Государству Платить налоги Мы платим А если не платим То с нас Их все равно Возьмут А вот государство Что-то не спешит Нам навстречу Не делает никаких шагов Когда проявилась Эта проблема Что-то В этом направлении Решится Так кооперативно Надо делать И загоди Ну это же очевидно Что нужно было Это все мероприятия Проводить И что мы с таким Столкнемся у нас Вот какие огромные Там Кировстад Я не знаю Правительство Кировской области Замечательные Большие здания Там работают Много профессиональных Хороших людей Я надеюсь Они должны предвидеть Вот бизнесмен же Предвидит Он же смотрит На месяц вперед На два На три Почему этим бы Не заниматься Чиновникам Вообще Наверное Вот эта ситуация С коронавирусом Она оголила Да Вот эти все проблемы Какую-то Бессистемность Причем Я сейчас Не только Вите А допустим В каких-то Решениях Властных А вообще О работе Любой структуры Да Конечно Те Кто Недостаточно Контролировали Там Своё будущее И не прогнозировали Там Не делали Планов Не разрабатывали Скажем так Стратегии Тактик Ну как хотите Те столкнулись С большими проблемами Вот Государство Российское Не прогнозировало Или прогнозировало Но что-то не то Прогнозировало И столкнулось С большими проблемами У нас действительно Большие проблемы У нас буквально Одна минутка Осталась Все-таки Хочу этот вопрос Вам задать Илья Шульгин Ушел из Кирова И вот как на днях Мы узнали Получил Должность В правительстве Татарстана При этом Там человек Получает Хорошую должность Значит Человек Себя Как-то Смог Показать Ну что ж Успехов ему И той отрасли Которую он будет Курировать Я думаю Что просто Понимаете От перемены Мест Слагаемых Сумма Для всех В современной России Сумма Вообще Не меняется Будет Шульгин Попкин Сидоров Иванов Какая разница Главное Чтобы это был Человек Который Бодро Рапортует Наверх О выполнении Некого Плана Нацпроектов Вот бодро Не отрапортовал Поехал Обратно Неделю назад Событие Которое Произошло У города Наконец-то Появился Сити-менеджер На ваш взгляд Это не событие В общем-то Да мы все Об этом знали И я думаю Что это Ни для кого Не было Ни секретом Ни Неожиданностью Вот хоть как Но Осипов Должен был Стать Руководителем Администрации Города Он стал По вашим словам Не важно Кто А без разницы Да хоть обратно Шульгина Привезите Будет ровно То же самое На этом заканчивается Время нашей программы Спасибо Олег Вам большое За разговор Доброго дня Вам Доброго дня Всем слушателям До свидания Особое мнение На 101FM